Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну и начнем, наверное, с противостояния вашей юридической системе, собственно, вашему государству. В следующей неделе у нас, в общем, было достаточно много интересных изменений после почти полутора лет застоя и такого, как бы, очень непонятной ситуации, которой мы никогда раньше не сталкивались. Действительно, за прошедшую неделю произошло сразу несколько важных событий, конечно, в том числе возникновение правительства, наконец-то, после, как я уже сказал, почти 500 дней, когда у нас не было постоянного правительства. Было, конечно, правительство старое, которое никак не могло, не менялось. Так вот, произошло создание, подписание коалиционных соглашений, но прежде чем говорить о правительстве, я бы хотел начать немножко с другого, на мой взгляд, более существенного и важного для понимания израильской жизни, с хроники судейского беспредела, с попыток рейдерского захвата полномочий КНЕСТа Верховным судом и клика неизбираемых никем юридических чиновников. И эта история, история прошлой недели, она фактически начинается буквально как такой детектив в лучших традициях детективного жанра. Все началось в воскресенье, когда журналиста Мит Цегль, я его уже несколько раз цитировал, это молодой, очень талантливый журналист из известной израильской семьи. Журналист, который, на мой взгляд, сегодня является самым актуальным и интересным журналистом политических новостей Израиля. Он ведет свой канал Телеграм на юриде. На него подписаны десятки тысяч людей, что по израильским масштабам, конечно, является средством массовой информации совершенно равнозначным, там, традиционным газетам или традиционным каким-то каналам. Так вот, в воскресенье вечером Мит Цегль выложил на свой Телеграм полтора часа секретной записи заседания Верховного суда, которая состоялась после увольнения Эдельштейна, после увольнения, ухода в отставку спикера Эдельштейна. Я напомню вкратце, о чем там речь шла. Оппозиция после выборов последних стала требовать, чтобы Эдельштейн собрал Кнесет для того, чтобы оппозиция, которых было тогда больше, вместе с арабами и либерманом, у них было 62, а не 58, как у правых, могла бы провести переизбрание спикера. Захватить позицию спикера парламента было важно для того, чтобы начать проводить законы, персональные законы против Натаньяу, но чтобы Натаньяу потом не мог быть премьер-министром, поскольку на нем как бы висят какие-то уголовные дела. На самом деле закон в Израиле говорит о том, что можно, пока нет решения суда окончательного о том, что человек виновен, виновен в серьезных преступлениях, вот только тогда он уже не может быть премьер-министром. А пока идет суд, и мы понимаем, насколько эфемерны и высосаны из пальца все эти претензии к Натаньяу, но, тем не менее, решили вывести, провести ряд законов, которые запретил бы Натаньяу быть премьер-министром, и для этого им нужна была позиция спикера Кнессета. Бельштейн сказал им, ребята, я не буду собирать Кнессет для своего переизбрания, потому что есть устав Кнессета, есть основной закон о Кнессете, в соответствии с этими инструментами переизбрание спикера состоится, но примерно тогда же, когда будет сформировано правительство. Правительства нет? Нет, все, идите лесом. Он не был обязан и отказался. Но левые обращаются в Верховный суд, который начинает в Израиле последние годы играть все более и более политическую роль, то есть снова Верховный суд Израиля — это другая система власти, другой ветвь власти. Она, по идее, вообще не должна вмешиваться в внутренние проблемы Кнессета, в внутренние уставы Кнессета. Тем не менее, они вмешались и приказали Эдельштейну провести это заседание. На что Эдельштейн, как вы помните, сказал, тогда я совершенно не согласен с тем, что Верховный суд может приказать спикеру Кнессета что-то, что касается не моих каких-то личных... Вот я, как гражданин, мог нарушить закон, например, проехать на красный свет. В таком случае бы меня оштрафовали или даже посадили бы в тюрьму, и это было бы абсолютно законно. Но когда я не как просто гражданин, а как спикер парламента, на основании документов Кнессета решаю, что внутри Кнессета правильно, а что неправильно, Верховный суд не может прийти мне и сказать, потому что это прямое нарушение разделения властей, системы сдержек и противовесов. Но, тем не менее, Верховный суд заставил его, или не заставил, а приказал ему провести такое собрание. И тогда Эдельштейн сказал, я ухожу в отставку. Я не готов создавать ситуацию, в которой страна, находящаяся в эпидемии, окруженная врагами, две структуры власти входят в лобовое столкновение, я просто ухожу в отставку. Его увольнение должно было войти в силу через 48 часов. И, в принципе, левые могли бы дождаться, пока прошли бы эти 48 часов, и начать делать то, что они хотели сделать. Но они взбесились тем, что Эдельштейн посмел в открытую не повиноваться Верховному суду. Верховный суд был взбешен, и произошло повторное заседание. В тот же вечер, как утром он ушел в отставку, вечером уже состоялось заседание Верховного суда, чью секретную запись мы как раз и увидели в прошедшее воскресенье через телеграмма Мита Сегеля. Почему секретную? Потому что Верховный суд тщательно сохраняет в тайне все подобные заседания. И вообще до последнего времени никаких протоколов, ничего. Все секрет, все тайно больше, чем тайны КГБ. Почему? Потому что понятно, что иначе всем станет видна и то, что там происходит нарушение, и сговор, и некомпетентность, и нечестность. Тем не менее, когда Эль Митцелгаль выложил эту запись в свой телеграм, уже через 10 минут, через 15 минут, я помню очень хорошо, эта запись была убрана. То есть Верховный суд провел срочное заседание в течение 15 минут и выдал приказ о том, что это видео должно быть удалено. И Эль Митцелгаль, который подчиняется закону, он простой человек, не спикер парламента, он убрал это. Но он-то понимал, что он делает. Он парень молодой, а судьи Верховного суда, видимо, все-таки они недостаточно компетентны в современных технологиях, и они не догадались, что за 15 минут этот фильм появился уже в таком количестве мест, что им ничего не оставалось делать, как задним часом сказать, окей, окей, хорошо, мы разрешаем его публикацию. И таким образом пролилось немножко света на то, что вообще там происходило. На этом втором заседании, где судьи Верховного суда решали, как наказать Эдельштейна, который отказался выполнять их распоряжение и ушел в отставку, и теперь еще 48 часов они должны ждать, пока можно будет выбрать нового спикера Акнессет. И эти полтора часа, конечно, это полтора часа судебных разбирательств, каких-то терминов, параграфов. Это очень сложно для обычного человека, это совершенно неинтересное нечтиво, а видео. Но люди, которые больше понимают юридическую израильскую систему, посмотрели и, в общем, сформулировали, сфокусировали главные моменты во всем этом увлекательном, в то же время достаточно сложном и скучном видео. Ну, во-первых, конечно же, нельзя никуда деться от иронии, когда мы смотрим, когда мы все стали свидетелями этого видео, мы смотрели его уже тогда, когда мы знали, что все пошло совсем не так, как предполагали судьи Верховного суда. Ведь они-то считали, что это их заседание, которое проходит, в котором они должны были наказать примерно и Эдельштейна, и Кнессет, и вообще показать, кто хозяин в Израиле. Не Кнессет, конечно, а они судьи Верховного суда. Они забивали, таким образом, последний гвоздь в гроб политической карьеры Натаньялу. То есть все, уже перед ними не было никаких препонов, все было устранено. Теперь-то мы знаем, что это стало, наоборот, той соломинкой, которая переломила горб верблюда, точнее Ганса. И в итоге мы помним, что Ганс сломал свой блок белоголубых и вошел в коалицию к Натаньялу, и все пошло совершенно иначе. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Поэтому, конечно, это все смотрится с такой долей иронии. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, насколько все они заодно. То есть что такое суд в нашем понимании? Есть одна сторона, есть другая сторона, есть судья. Он выслушивает обе стороны и выносит какое-то решение в соответствии с законами, с собственным пониманием этих законов. Это так в идеале. А здесь мы видим, как есть три группы, и все они работают заодно. Есть так называемые общественные организации, которые подали этот иск против спикера Эдельштейна. И они, конечно, как истцы, они требуют, чтобы Эдельштейна и всех остальных распяли с, возможно, большими мучениями. Есть юридический советник Неста, который должен защищать позицию Кнесса и Эдельштейна и объяснять, почему Эдельштейн был в праве делать то, что он делал. Вместо этого мы видим человека, который активно объясняет судьям, как это ужасно, то, что сделал Эдельштейн, и как примерно нужно его наказать. И судьи, которые сидят и тоже кипят гневом, потому что их оскорбили их лично. Они же все примадонны, они же все короли, они же хозяева этой страны. И вдруг им какой-то Эдельштейн, какой-то русский репатриант, какой-то там подпольщик, какой-то еще и религиозный посмел им возражать. Ну и суть обсуждения. На самом деле, конечно, у них, как я уже сказал, было два варианта. То есть они могли просто подождать 48 часов. Тогда бы отставка вступила в силу, и они бы и левый, и верховный суд добились бы того, чего хотели. Они могли также сделать следующую вещь. Они могли, как бы возникла некая сложная ситуация в Кнессете. И, в принципе, заложена такая вещь в уставе Кнессета, что если возникает подобная какая-то непонятная ситуация, то есть организационная комиссия Кнессета, которая собирается, как бы берет на себя полномочия разрешать, разруливать внутренние проблемы Кнессета. И это логично. Снова, Кнессет, по идее, не должен подчиняться Верховному суду. Это другая ветвь власти. Но кто должен разруливать внутри Кнессета какие-то возникающие проблемы? Организационная комиссия. И, в принципе, организационная комиссия Кнессета была. И она была в руках у оппозиции, ну, нынешней оппозиции, потому что их было больше в Кнессете. И она была у них в руках. И теоретически юридический советник Кнессета мог сказать, ребята в Верховном суде, вы напрасно тут вообще ввязываетесь в это дело. Это дело Кнессета. Оставьте ему. Есть организационная комиссия. Пусть она соберется. Пусть она решит, что делать. Может быть, она отменит эти 48 часов и сама быстренько выберет нужного нам спикера. Но юридический советник Кнессета этого не хотел. И в этом смысле он играл даже не столько за левых, которые были против Натаньяо. Он играл за банду чиновников и судейских, которые хотели использовать эту ситуацию для создания нового прецедента, для захвата власти, для того, чтобы показать, что Верховный суд выше Кнессета. Что Верховный суд может поступать с Кнессетом, как с обычным гражданином. И сказать, знаешь, нам кажется, что ты нарушаешь закон. Ну, неважно, какие вообще законы, это, так сказать, ерунда. Нам кажется, что ты нарушаешь, иди убейся об стену. И вот юридический советник, вместо того, чтобы предлагать передать это все организационной комиссии или просто подождать 48 часов, он накручивает судей и объясняет судьям, которые, судя по всему, они и так устав Кнессета зазнают слишком плохо. Поэтому юридический советник Кнессета, он же один из них, один из их компаний, один из их клики, он им объясняет, как нужно, какие параграфы процитировать из устава Кнессета, чтобы продавить решение Верховного суда, который отменяет эти 48 часов, фактически забирает у Кнессета его полномочия и присуждает Кнессету выбрать другого спикера, не дожидаясь этих 48 часов, пока еще во время которых Эдельштейн остается спикером. То есть мы видим диктатуру чиновников в чистом виде, которым, если нужно попрать закон, они попирают этот закон без малейших сожалений. То есть под маской защиты законности откровенное подавление справедливости и закона, чистое СССР одним словом. И они таки продавили это решение о том, что Кнессет должен собраться и выбрать себе нового спикера, но при этом все потеряли, как я уже сказал. Почему? Я напомню. Потому что Ганс тут понял. Я думаю, что он, конечно, ничего не понял, потому что не те мозги, чтобы понять. Но он все время общался с Натаньяло. И Натаньяло ему популярно объяснил. Смотри, сказал он Ганс, послушай сюда. Вот они сейчас, они, то есть вы, вы поставите там спикером своего чека и начнете против меня эти законы. Мы вас предупредили, мы в Ликуде предупредили вас, что если вы смените Эдельштейна, то больше вести переговоры о создании правительства мы не будем. Ты можешь попытаться создать правительство меньшинства, опирающееся на арабов. Ты видишь, что у тебя нет для этого достаточного количества, потому что трое из твоей команды колеблются очень сильно. Там Орли Леви вообще откровенно перешла на нашу сторону. А еще двое, вот этих Макс и Морриц, два брата от Карабата, они не поддерживают правительство, которое держится на сторонниках террора. Поэтому ты это правительство тоже не соберешь. И в итоге мы пойдем на выборы. А вот тебе, пожалуйста, опросы, которые показывают, что если мы пойдем на выборы, то четыре еврейские партии правые собирают вместе 64 мандата. То есть мы сделаем правительство, и ты останешься вообще в пролете. Поэтому я тебе предлагаю, возьми и сам стань спикером Кнессета. Тогда, с одной стороны, у тебя будет как бы инструмент давления на меня, на Таньяу. И ты сможешь продвигать законы против меня, если ты этого захочешь. Но если ты пока придержишь эти законы, то мы сможем с тобой договориться о коалиции, в которой у тебя, по крайней мере, будет полтора года, где ты будешь премьер-министром. Может быть, конечно, я тебя обману, потому что я таких идиотов, как ты, на завтрак ем по 50 штук. Но, может быть, я тебя не обману. И через полтора года у тебя будет возможность стать премьер-министром. Если же мы пойдем на выборы, никаких полутора лет у тебя не будет, потому что тебя сметут, поскольку ты уже израсходованный материал, и в левом лагере понимают, что из тебя больше выжить ничего нельзя. Видимо, вот так вот пример Натаньяу объяснял это Ганцу. И Ганц все это понял. И на следующее утро, когда Верховный суд и левые с радостью должны были вместо Эдельштейна избрать нужного им спикера Кнеста, который бы начал проводить законы против Натаньяу, выяснилось, что Ганц совершенно не собирается этого делать, а вместе с правыми и с теми людьми, которые ему верны, таким образом, у правых вместе с ними было уже, так сказать, большинство в Кнессете, начинают совершенно другую игру. Ну и об этом мы поговорим уже во второй половине нашей передачи, подробнее об этой игре. А сейчас дело в том, что в продолжении всей этой хроники беспредела и попыток захвата власти Верховным судом, точнее клика чиновников, никем не избираемых и никем не назначаемых, в этом же проблема. Верховный суд — это структура власти, которая, в отличие от Кнессета, сама себя генерирует, сама себя избирает и никому не подчиняется. И это создаёт огромную проблему, потому что там подобралась клика людей абсолютно отрешённых от мира, от его проблем. И они принимают законы, которые кажутся им, видимо, очень прогрессивными, но эти законы, которые реально уничтожают государство Израиля. И как-то вот пока шли эти коалиционные переговоры, мы немножко про всё это забыли, и всё это отошло, и эпидемия короны. А тут вот, когда сложилось правительство, и Верховный суд начал снова штамповать свои решения, у нас вот помимо этой истории с Эдельштейном, на самом деле произошло на прошлой неделе ещё одно событие. Верховный суд отменил так называемый закон о вкладе нелегалов. О чём идёт речь? Я сейчас объясню. Ну, кто такие нелегалы, вы в США, в Америке очень хорошо знают. У нас нелегалы — это африканские трудовые мигранты, которые пробирались через Египет в Израиль, чтобы здесь работать. Работать на низкооплачиваемых, тяжёлых работах. Но эти деньги, которые они зарабатывают, они отправляют потом в свои семьи, и это, так сказать, для них большое подспорье. Понятно, что Израилю это невыгодно. У Израиля вообще нет законов об эмиграции. Израиль не принимает эмигрантов по определению, потому что Израиль, в отличие, допустим, от России или от США, это национальное государство. Национальное государство, которое было создано, и в его Декларации независимости, написано конкретно, для чего оно создано. Оно создано, чтобы собрать евреев на своей исторической родине и создать национальное еврейское государство. Поэтому в Израиле нет эмиграционных законов. Есть закон о возвращении, который предполагает сдачу гражданства евреям, их потомкам и членам их семей и так далее. Но не просто эмигрантам. Нет такого. Для наших левых нагнетание в Израиль нееврейских эмигрантов это важная часть их политической повестки дня. Потому что мы знаем, что нелегалы это всегда избиратели левых, поскольку они нуждаются в помощи и в государственных дотациях. Значит, чем больше нелегалов, тем проще левым держаться у власти. Это в Европе, так и у вас в Америке, и у нас тоже. Но у нас нелегалы пока не имеют гражданства. Они будут его... Как бы они... Левые бы добились, чтобы они его имели, когда бы этих нелегалов стало бы очень много. Но кроме того, эти нелегалы как бы размывают еврейский характер государства. Мы помним, сколько левые пытались отменить закон о национальном характере государства, который провело это правительство. И, кстати, сейчас в коллекционных соглашениях записано, что левые не будут рыпаться и пытаться его отменить. Потому что это очень важный для национального характера государства закон. И в свое время левые пытались, если не получилось с арабами, то попробуем разрушить национальный характер еврейского государства через вот этих самых нелегалов, плюс через использование закона о возвращении самым широким образом. То есть кто ты? Ты еврей по кошке? Хорошо, мы тебе тоже дадим гражданство. И вот приезжают люди очень далекие от еврейского самосознания. Совершенно не собирающиеся жить в еврейском государстве и быть частью еврейского народа. Они приезжают, потому что из тех стран, откуда они убежали, им было жилось плохо. Они приезжают сюда. И вот у нас есть партия Виктора Либермана, которая в свое время подозревала в свои руки эти инструменты и начала нагнетать сюда своих избирателей. Левые это очень поддерживали, потому что чем меньше есть еврейское ощущение у людей, приезжающих в Израиль, тем им будет проще разрушить еврейский характер государства. Снова, разумеется, не все репатрианты, приезжающие в Израиль, сегодня отрицатели еврейского государства. Разумеется, не все. Наоборот, многие приезжают сюда и становятся патриотами, сторонниками страны. Но есть немалая часть, которая приезжает, не имеет ничего общего. Но мы не о них, а мы о нелегалах из Африки, которые прибегали сюда. Все это закончилось, на самом деле, в 2010 году, когда Натаньяу стал премьер-министром, он построил забор. Банальный забор вдоль границы с Синайским полуостровом, который прекратил это перебегание массово негров из Африки. Бежали в основном из Судана и из Эритрии. И прибегали они сюда и объявляли себя беженцами. Теперь снова. Беженцы — это очень специальная вещь. И странам обязана принимать, западная страна, которая как бы подписала Харти и соответствующие конвенции, Израиль их подписал, обязана принимать беженцев. Но что такое принимать беженцев? Это когда к тебе ООН обращается, говорит, вот у вас там рядом есть ужасная ситуация, сколько вы можете принять беженцев? Страна говорит, мы можем принять столько-то. Хорошо, вот вам разнарядка на такое количество беженцев. И этих беженцев принимают и нужно им дать гражданство и все права и все остальное. Когда к тебе просто прибегают люди без согласования с ООН, начинают говорить, что они беженцы и что нужно их принять, страна не обязана их принимать. Это международные законы, потому что это законы здравого смысла. Если вся Африка решит, что ей лучше жить в Израиле, то Израиль не обязан принимать всю Африку к себе. Но мы понимаем, это война левых против еврейского национального характера. И жители Судана и Эритрии прибегали сюда и становились банальными просто трудовыми мигрантами. А выгнать их отсюда было очень сложно. Когда Анатонио построил забор, по крайней мере, мы перестали принимать новые группы. Они шли просто тысячами в Израиль. Но возникла проблема, как заставить их отсюда уехать. Потому что в свое время их нельзя было просто вернуть обратно, поскольку с Суданом у нас не было никаких дипломатических отношений. А Эритрия считалась, что Эритрия ужасное диктатурное государство, из которого люди убежали и возвращать их оттуда, это значит предавать их смерть. Сегодня мы уже знаем, что это вранье. И что мало того, что они оттуда не убежали и их не преследовали. Когда происходят какие-то праздники национальные, эритрийские, то вот эти нелегальные иммигранты из Эритрии приходят в посольство Эритрии и там бурно все это празднуют. И сейчас, когда Эритрия стала собирать помощь финансовую для защиты от короны, то эти эритрийские нелегалы в Израиле собирали кучу денег, передали их правительству Эритрии. То есть говорить о том, что они беженцы, изгнанники и их опасно выбрасывать, это вранье. Они просто тупо зарабатывают и являются трудовыми иммигрантами. Но тем не менее израильское правительство, правительство Натаньяо, стало придумывать, какими способами их можно отсюда выдавить, создавать какие-то стимулы, чтобы убедить их покинуть Израиль. И Верховный суд последовательно отменял все законы, которые были с этим связаны. А в Израиле нет этого важного инструмента, о котором все время говорят. Закон о преодолении. То есть если Израиль, если Кнессет принял какой-то закон, Верховный суд его называет неконституционным и отменяет, то Кнессет может большинством принять обратно этот закон на какое-то время определенное. Если этот закон действительно ужасный, то следующий Кнессет, который общество выберет заново, соответственно, через 4 года может отменить этот закон. Точнее, он даже просто не обновится. Этот закон, который был отменен Верховным судом. Но такого в Израиле нет, поэтому Верховный суд отменял все возможные способы изгнания отсюда этих самых нелегалов. И тогда был придуман закон о том, что окей, они здесь работают, но 20% их заработка работодатели обязаны складывать на специальный счет этого нелегала. И деньги с этого счета можно получить лишь тогда, когда ты уезжаешь из Израиля. То есть такой маленький стимул. Ты получаешь 80% зарплаты, остальные 20% ты получишь тогда, когда ты скажешь до свидания, Израиль. И этот закон был абсолютно нормальным, абсолютно разумным. И действительно способствовал тому, что несколько тысяч нелегалов все-таки уехало в последние годы из Израиля. Но сейчас Верховный суд его тоже отменил. Что будет дальше? Будем посмотреть. У нас новое правительство, в котором, конечно же, у Верховного суда будет мощная своя составляющая, ганцы, вся его команда. И поэтому, конечно, провести там какие-то законы, которые будут стимулировать отъезд нелегалов, пока не представляется возможным. Но это еще не все. И мы уже заканчиваем. Но вот, кроме того, на этой же неделе прокуратура, то есть другая часть вот этой самой юридической клики, закрыла дело против Ихуда Барака. Того самого Ихуда Барака, который прославился тем, что он участвовал в этих оргиях Эпштейна. Помните, был у вас такой Эпштейн, таинственным образом, как-то сам собой повесился в камере, когда стало ясно, что он может что-то такое рассказать нехорошее про лидера демократической партии. Просто буквально вот как в фильме «Побег» или в фильме «Карточный домик». Но тем не менее, Худ Барак, его ближайший друг, он, оказывается, с 2100 по 2009 год получил от фонда Векснера, вашего американского фонда, примерно 2,5 миллиона долларов. 2,5 миллиона долларов получил просто за 3 года. Бывает что-то. Его спросили, а на какие нужды вы получали? Не на попытке ли сковырнуть законно избранное израильское правительство на политические нужды? Потому что, если получили на политические нужды, нужно как-то об этом сообщить, запротоколировать, есть законы определенные. А Худ Барак сказал, не буду я вам объяснять, зачем я получил. Просто они так посмотрели на меня, сказали, такой красивый, такой умный молодой человек, давайте мы дадим вам эти 2,5 миллиона долларов. И в Израиле подали в суд, сказали, давайте-ка разберемся, как-то так, какая-то организация иностранная дает человеку, который занимается политикой, активной, деньги, надо бы понять, как это, что происходит. Но прокуратура закрыла это дело за истечением срока давности. Это было в 2009 году, 10 лет назад, так кто же будет разбираться? Это у нас сигарь и шампанское, Натаньяу и его жены Сары, у них нет срока давности. А такие глупости, как 2,5 миллиона долларов, полученные непонятно за что, это, конечно, ерунда. И точно так же закрыли дело еще одного левого политика Аймана Уды, главы вот этого самого блока так называемого арабского объединенного списка, то есть отрицателей права евреев на независимое государство и сторонников террора. У него было некое заявление политическое, которое он сказал на арабском языке, которое расценивалось теми, кто подал иск против него, как подстригательство. На самом деле, я не удивляюсь, потому что регулярно ловят на заявлениях о том, что он на поддержке тех, кто убивает израильских солдат и прочее, прочее, прочее. Да, это депутат Кнессета, это глава фракции, министр в правительстве Ганса, того правительства, которое так и не сложили вместе с Либерманом. Но этот человек постоянно и открыто заявляет о том, что не приемлет право евреев на собственное государство. И вот у него было очередное, очень, видимо, яркое подстригательское заявление, которое подали на него в прокуратуру. А прокуратура сказал, ой, мы закрыли это дело, потому что у нас не было перевода с арабского, мы не поняли, что он там промочит, и закрыли. Легко же, просто же, очень все. И, опять же, хроника, мы уже заканчиваем, хроника той же самой войны. Вы помните, что Натаньял полгода назад назначил, или чуть раньше даже, назначил министром юриспруденции Амира Охану, очень яркого, очень сильного израильского политика из Ликудника, который сразу стал пытаться расчистить эти авгивы и конюшни. И первым делом он назначил вместо ушедшего в отставку Шая Ницана, генерального прокурора, который, собственно, вот и дезаварил все дела против Натаньяла, Дана Эльдада, другого генпрокурора, который, видимо, не является галтелой левым и креатурой вот этой судейской мафии. Потому что они сопротивлялись изо всех сил. В конце концов, они сказали так, это правительство Натаньяла существует как бы между выборами, оно не настоящее, оно временное, поэтому назначение тоже временное, но пусть пока поводит, потом мы его снимем. И вот сейчас стало известно, что Вихаймендер Бли, юридический советник правительства, добивается того, чтобы этого Дана Эльдада убрали. Что вдруг? Выяснилось, проверять те факты, которые на уровне слухов циркулируют о том, что Вихаймендер Бли, и мы об этом немножко говорили. На самом деле, до того, как он стал юридическим советником правительства, то есть фактически главой прокуратуры, у него были такие, за ним грешки числятся, за которым он должен был сидеть в тюрьме, а не быть начальником прокуратуры страны. И Эльдад стал разбирать, где там слухи, где что реально. И Эльдад очень забеспокоился и потребовал, чтобы этого Эльдада тут же убрали. А Эльдад говорит, так хотят меня убрать, потому что я проверяю Мандельблита вот на эти самые нехорошие вещи. И тут же Мандельблит организовывает письмо массы прокуроров с мест, которые требуют, которые выступают за его защиту против Дана Эльдада и говорят, это все неприемлемо, как такое можно, как вообще можно генеральному прокурору проверять юридического советника. Он же святой, на него молиться надо, издувать пылинки с его портрета, а не проверять факты о том, что может быть он вообще преступник должен сидеть в тюрьме. И самое забавное, что письмо это возмущенное подписали те самые люди, которых Мандельблит двигал на место Дана Эльдада. То есть там они даже не стесняются показывать, насколько они, насколько у них пересекаются интересы, насколько они вообще попирают все нормы, все законы, вообще все, что только угодно. И вот теперь мы доходим уже до конца, последние полминутки. Теперь самое главное. У нас есть правительство, об этом мы сейчас поговорим во второй половине. И есть очень сложное коалиционное соглашение. И все говорят, вот сейчас левые просто придут в Верховный суд, и Верховный суд отменит эти коалиционные соглашения, вообще скажет, Натаньял не может быть премьер-министром, потому что мы так решили. И кто может противостоять этому всему? Но вот оказывается, в этих коалиционных соглашениях записаны такие штуки, которые настолько невыгодны Верховному суду, что, скорее всего, он побоится принимать вот эти самые решения. Таким образом, Натаньял гениальный просто. Он и здесь их умудряется переиграть. Но как это все происходит и как это будет дальше, давайте уже после перерыва поговорим. Буквально через несколько минут после перерыва мы вернемся и продолжим. Но если у вас будут вопросы к Александру, вы всегда сможете позвонить к нам в студию и задать ваш вопрос. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к Александру Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а Александр, вы обещали нам рассказать о том, что происходит с правительством Израиля. Да. И самое главное, конечно, ответ на вопрос, а что будет, если Верховный суд просто отменит это коалиционное соглашение и скажет, нет, вы не можете его сделать. Поскольку, действительно, коалиционное соглашение очень сложное, очень непростое, огромный разбухший министерский аппарат, потому что нужно было как-то удовлетворить Ганса и всю его команду. Но прежде чем объяснить, что придумали, придумал Натаньяо и его команда против вот этого инструмента ультимативного Верховного суда, я хочу немножко сказать о самом правительстве. Самое важное. И вот важное, надо понимать, что это правительство создано фактически для одной единственной цели, очень важной, которая не терпит отвагательств. Цели, которые можно сделать только сейчас, потому что потом будет поздно. Это суверенитет Израиля по меньшей мере в Ливарданской долине, а желательно еще в каких-то местах в Иудее и Самарии, распространение израильского суверенитета в рамках сделки века. То есть, иными словами, Израиль распространит суверенитет на Иорданскую долину Иудею и Самарию, сделав их частью Израиля по закону при политической международной поддержке Белого дома и той администрации, которая нам так благоволит и так помогает. Что будет дальше, мы не знаем. В ноябре у Трампа начинаются выборы. Сумеет ли он на них победить? Я молюсь, просто молюсь Богу, чтобы Трамп сумел победить. Остался еще на 4 года, но кто может знать сейчас после короны и в этой эпидемии, что получится? Поэтому Израилю нужно торопиться, пока Трамп в Белом доме и провести этот суверенитет. Это очень важно для нас просто еще и потому, надо очень хорошо понимать, что если Израиль сумеет осуществить суверенитет в Иорданской долине, только даже в Иорданской долине, то арабы, по сути дела, поймут, что им никогда не видать своего государства. Мы об этом говорили, может быть, мы поговорим в будущих передачах более подробно об этом. Я объясню, почему сделка веков выгодна и полезна для Израиля, и правильно для Израиля, и справедливо, и она ставит жирный крест, точку, я не знаю, все, что хотите, на планах создания арабского государства в Идеи и Самарии. Хотя говорит, как бы она совершенно о другом. Но нам очень важно успеть это сделать, пока Трамп не занят своими выборами, и пока он в Белом доме, дай бог, чтобы он еще остался на 4 года, и это нужно начинать уже в июле. И по соглашению 1 июля 2020 года это должно начать происходить. Если это произойдет, то вот то, что называется, нам этого достаточно. И это правительство сделает то, что оно должно было сделать, и после этого, в принципе, можно уже дальше придумать, что будет, как бы какие-то о новых выборах задумываться и так далее. Что еще, конечно же, идет вместе в одном пакете? У нас случились форс-мажорные обстоятельства, у нас случилась корона, эпидемия и грядущий за ней экономический кризис. В Израиле нет другого политика, который сумеет вывести Израиль с наименьшими потерями из экономического кризиса, нежели Натаньяо. Даже со всеми ганцами и перецами, амирами перецами, естественно, и другими левыми сумасшедшими, которые сейчас будут в правительстве висеть у него на ногах, как тяжелые чугунные гири, и мешать ему это делать. Но все равно только он это может сделать максимально хорошо с минимальными потерями. Поэтому, конечно, нам нужно было это правительство любой ценой, чтобы провести а-суверенитет с минимальными потерями выйти из экономического кризиса, который грядет за эпидемией. Ну, и как бонусы, конечно, первое, Натаньяо не проиграл. Ведь вся эта левая бранжа, вся компания, они же уже приговорили, они уже прочитали Кадиш, поминальную молитву по Натаньяо. И уже открытым текстом говорили, Либерман говорил, все, эпоха Натаньяо кончилась. И вот Натаньяо им показал, что он сильнее, он умелее, он умнее, он более тонкий и опытный политик, и он остался снова премьер-министром, а им остается, так сказать, привычно сжевать свои старые Нески. Ну, и, конечно, вся эта судейская хунта и марионетки государства в государстве, дип-стейта, и чиновники всевозможные, вся эта вот клика чиновничья и прочие сладеи, они не выиграли. Политики, сделавшие ставку на антисемитизм, Либерман, и на сторонников террора и отрицателей права евреев на независимое государство, они остались теперь в оппозиции. И никому не нужные, ни на что не способные и совершенно нерелевантные. Это тоже бонус и очень приятный. Конечно же, в таком правительстве, которое сейчас создано, где половину занимают ГАНС и его команда, то есть представители Верховного Суда, по сути дела, вернуть баланс сдержек и противовесов между ветвями власти в израильскую политическую систему, то есть заставить Верховный Суд признать независимость Кнеста, пока не удастся. Но на этом фронте нам удалось, по крайней мере, сохранить прежние позиции, не допустить полного провала и потерь. Таким образом, как только будет суверенитет и хоть как-то мы начнем выбираться из экономического кризиса, в принципе, можно задуматься о следующих выборах. И, может быть, нам удастся избежать грядущие через полтора года трагедии управления ГАНС. То есть я вижу ГАНСа премьер-министром Израиля как страшную трагедию для Израиля. Начальники генштабов, которые дорывались до премьер-министерского кресла, обычно приносили нам или осло, или бегство из Ливана, или размежевание. Короче, одни большие страдания. Генералы в кресле премьер-министра в Израиле это кошмар. Я очень надеюсь, что ГАНС не дойдет до этого. То есть полтора года у нас будет Натаньял, а там дальше мы. Я очень надеюсь, с осторожным оптимизмом, и скажем, мы пойдем на новые выборы и будем надеяться, что правые смогут собрать наконец свое правое правительство без левых гиль. Таким образом, подводя итог, по сути дела, правые не выиграли, но и не проиграли. Это наш, по сути дела, главный правый выигрыш. Очень интересно, к слову, наблюдать на создание правительства. Александр, давайте примем звонок. Радиослушатели пытаются уже на протяжении последних 15 минут дозвониться. Примем звонок, а потом продолжим. Спасибо, Сергей. Добрый день, господа, Сергей Александров. Два вопроса очень быстрых. Касается то, что вы говорили, Эдельштейна, он сейчас предел или не предел, как он, выдающаяся личность, касающаяся эмиграции, которая приехала из Советского Союза. Он, Щеранский, таких можно назвать десятки. А второй вопрос, а как у вас, вы говорили, закон о возвращении, а как сейчас к вам или я приезжает или не приезжает, или потому что я себе не представляю, чтобы в Израиль не приезжал Алия. Как у вас это сейчас происходит? Я вам с удовольствием вас послушаю. Большое спасибо, как всегда. Спасибо. Окей. Два вопроса, два быстрых ответа. Вовду Эдельштейна. Эдельштейн, безусловно, своим шагом, таким драматическим, он заработал себе огромную политическую базу в правом лагере. То есть, если раньше как бы Натаньяу, и за ним сразу шел Ахана, Амирухана, назначенный министром юстиции, который начал открытую войну в общем-то, по уровню поддержки в правом лагере присоединился Юлий Эдельштейн, который всегда был правым, всегда считался правым. Но он последние годы был спикером, и, в общем-то, как бы все немножко стали забывать о нем как о политике действующем. Сейчас, безусловно, он заработал много очков. Надо полагать, что ему не быть снова спикером парламента, потому что это было условие Верховного суда через своих сторонников, то есть через Ганса и его команду. Будет другой представитель Ликуда спикером. Но у Эдельштейна появляется очень хорошая возможность как бы в дальнейшем продолжить свою политическую карьеру, потому что этим своим шагом, как бы отступлением, он на самом деле приобрел в себе огромную поддержку именно как идеологически правый, не боящийся стоять против беспредела Верховного суда. И это, безусловно, в будущем еще очень сыграет в его пользу. Что касается репатриации, то, конечно, я так понимаю, что сейчас она не происходит просто потому, что карантины со всех сторон. Но вот начинают авиакомпании многие возвращаться в Израиль и начинают прилетать в Израиль. А значит продолжится Алия. И то, что более того, я читал сейчас, Израиль ожидает 100 тысяч человек приедут в ближайший год. Из них 40 тысяч это репатрианты. То есть очень многие люди, которые обладают право на репатриацию, они осознали, что вот на фоне вот этой эпидемии, которая сейчас пока не собирается заканчиваться совсем, она будет еще с нами довольно долго, Израиль оказался одним из самых безопасных мест. И даже с этой точки зрения, без всякого большого сионизма, уже люди хотят оказаться там, где спокойнее, а не там, где о людях заботятся меньше. Но более того, мы говорим сейчас не только о репатриантах из стран Восточной Европы и даже репатриантов из Франции, из Англии, где, как мы знаем, тоже оказалось не так спокойно в плане эпидемии, борьбы с эпидемией. Мы говорим о многих израильтянах, которые много лет уже живут за границей и которые не собирались возвращаться в Израиль, в которых все как бы сложилось. Теперь на фоне того, что происходит экономических сложностей и того, что Израиль, например, с точки зрения рейтинговых компаний международных, получает очень хорошие кредитные рейтинги. То есть международные компании, оценивающие экономическое состояние, говорят, знаете что, нам кажется, что Израиль даже после эпидемии, после всех этих кризисов остается очень хорошо держится, держит свою экономику и там будет подъем, а в других местах будет гораздо сложнее. И порядка 60 тысяч израильтян, то есть обладатели израильского гражданства возвращаются сейчас в Израиль. То есть Израиль ожидает в ближайший год порядка 100 тысяч людей, которые приедут и станут снова гражданами Израиля. Кто-то репатрианты, а кто-то бывшие. Уже не репатрианты, а я даже не знаю, как это назвать, возвращенцы. Ну и я так понимаю, что у нас есть еще вопросы, Сергей? Пока нет. Потому что есть очень важный момент, который бы мне очень хотелось ответить на этот вопрос. Действительно, я задал его в самом начале. Что будет, если Верховный суд отменит коалиционное соглашение? Итак, есть коалиционное соглашение. Натаниел подписал с Ганцем о том, что Ганц не будет мешать проведению суверенитета, но при этом не будет никаких как бы не будет попыток правых прижучить Верховный суд и вернуть к Нессету полномочия, которую Верховный суд себе забрал. То есть это, конечно, плохо, но это то, что есть. И кабинет министров будет очень большой, он будет очень раздутый, самый большой в истории Израиля. С другой стороны, когда его очень ругают, она все равно меньше, чем стоимость выборов. Поэтому, если уж те, кто плачут об израильских деньгах, поймите, что нам министры эти обойдутся дешевле, чем если бы пошли сейчас на очередные четвертые выборы в разгар эпидемии. И более того, когда приводят размеры израильского правительства в пример и сравнивают с другими странами, забывают, что во многих странах существует правительство как бы федеральное, а есть еще правительство в разных губерниях. То есть вот в большинстве западных стран, где, казалось бы, небольшое правительство, значительно меньше, чем в Израиле, при том, что населения там больше, там есть еще, кроме главного федерального, ну как у вас, собственно, правительство, есть еще правительство штатов. И таким образом чиновников, руководящих, набирается гораздо больше, чем в Израиле. Так что даже наше раздутое правительство сейчас не такое уже и страшное. А вот что касается Верховного суда, в Верховном суде США, если не ошибаюсь, 9 судей. Я прав, Сергей? Да, 9 судей. А в Верховном суде Израиля 15 судей. Так что если уж кого-то и сокращать, а зарплаты у них, знаете, пенсия судей Верховного суда в отставке больше, чем годовые выплаты по судам за квартиру двух молодых израильских семей. Так вот, чтобы вы представляли себе размеры. То есть, когда нам говорят вообще, что в Израиле существует паразитическое общество ультра-автодоксов, харидим, и что они забирают себе огромные государственные бюджеты, на самом деле, люди даже не понимают, что те бюджеты, которые из государства берут ультра-автодоксы, это даже не десятая часть того, что забирает себе так называемый как бы чиновничий сектор. Это не чиновники-производящие, то есть, чиновники нужны в государстве, никуда без них не денешься. Это вот эта вот судейская мафия, которая в последние годы придумала себе новые ставки. У нас появились такие ставки юридических советников. Раньше ведь не было такого бреда. Юридический советник Неста, юридический советник правительства, юридический советник того, юридический советник всего, это, по сути дела, адвокатская клика, судебная клика, придумывает себе ставки, придумывает в них колоссальные зарплаты, то есть зарплаты, которые значительно больше зарплат как бы вне программистского сектора, скажем так, огромные пенсии государственные субсидированные, и все это за счет государства, вот они как раз пожирают реально огромные деньги в стране, и вот с ними нужно было бы разобраться. Но это не в этом правительстве, как я уже сказал. Так что же такое все-таки придумал Натаньяо, что лишает Верховный суд желания разрушить эту коалицию. Я скажу. Дело в том, что в этом коалиционном соглашении прописано черным по белому так, что если Верховный суд проводит решение о том, что Натаньяо не может быть премьер-министром, или если он проводит решение, что эти коалиционные соглашения не являются действительными, то тогда и Натаньяо, и вот эта вся команда Ганса идет на выборы. А по опросам сейчас на выборах у правых партий, у четырех правых партий еврейских набирается 65, уже даже не 64, а 65 мандатов. То есть, если сейчас Верховный суд завалит это самое правительство, которое как бы прикрывает Верховный суд и не дает правым разорвать вклочки и вернуть полномочия к Нессету и забрать рейдерские полномочия, захваченные Верховным судом, Верховный суд отправит общество на четвертые выборы, после которых будет создано узкое правое правительство без всяких левых, которые уже тогда точно не оставят от Верховного суда мокрого места. И таким образом Натаньяо привязал Ганса к себе и сделал Ганса тем человеком, который будет сейчас биться за то, чтобы Верховный суд не проводил таких законов. Потому что если законы эти приведут, то Ганс не сможет быть премьер-министром те полтора года, которые ему у него маячат, как перед осликом морковка на палочке, из-за которой он сейчас бежит. Александр, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. У меня два вопроса. Во-первых, я знаю, что есть три кляузы Верховный суд на то, что Ведемида Таягу не может быть президентом, например, министром, извините, потому что на него имеется судебное разбирательство. Это первый вопрос. И второй, может ли сказать свое веское слово сам народ? Может быть, как-то народ может восстать против этого богатства? Вот такие два вопроса. Оба этих вопроса являются просто повторение того, что я только что сказал. Если Верховный суд, вопреки закону, существующему в Израиле, который позволяет премьер-министром быть, Натаньяу быть премьер-министром, до тех пор, пока не состоится суд, и суд вынесет решение о том, что Натаньяу действительно был казнокрадом, если он вынесет такое решение, до тех пор, пока нет такого решения, Натаньяу может быть премьер-министром. Так вот, если Верховный суд скажет нам плевать на этот закон, и мы просто решаем, что он не может быть, как вы сказали, в таком случае все нынешнее правительство, то есть большинство в Кнессете самораспускает Кнессет, и мы идем на четвертые выборы. На четвертых выборах по всем опросам правые могут собрать свое собственное правительство без левых, без Ганса, без Переца и без прочей шушеры. Таким образом нанесет Верховному суду нанесет Верховному суду полный нокдаун. Поэтому про народ, вы спрашиваете, народ на выборах уже как бы по опросам знает, что он хочет сделать. Он хочет правое правительство без всяких левых Ганса. Верховный суд может лишить эту коалицию возможности стать правительством. но тогда он получит еще для себя. То есть с его точки зрения гораздо более менее удобное правительство, чисто правое. Сергей? Спасибо. 847-400-5200 телефон нашей студии. У нас еще есть минуток пять, наверное, времени. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Скажите, вот по поводу коронавируса, по поводу карантина, который в Израиле и у нас здесь, как у вас ситуация меняется? Ну, так на бытовом уровне, скажем. На бытовом уровне, если мы смотрим графики, то количество новых заболевших становится, каждый день становится все меньше и меньше. Таким образом, вот та самая знаменитая альгоритмическая кривая, она прошла свой пик, и количество заболевших в Израиле начинает, уже не растет так быстро. Можно сказать, что мы начинаем выходить из этой волны. И поэтому правительство принимает постановление, разблокирующее много, многие отрасли. И вот, к сожалению, пока еще, видите, парикмахерские не стали работать, поэтому я тут сегодня колебался, думал, одеть шапочку какую-нибудь, чтобы не... Вот. Это напомнило мне историю, как Натаньяу, когда он был в карантине, потому что он контактировал с заболевшим министром здравоохранения Лицманом. Он говорит, вы извините, что я выступаю с таким плохим гримом. Я сам себе накладывал грим, потому что я в изоляции. Так вот, я тоже, понимаете, постричься сам не могу, поэтому пока что. Но вот говорят, что буквально со следующей недели, с понедельника, с воскресенья у нас откроются парикмахерские, и в следующий раз, я надеюсь, вы уже увидите меня в более качественном виде. Давайте. Таким образом, на бытовом уровне идет послабление, вопрос идет о том, открывать парки или не открывать парки, открывать каньо, большие магазины и рынки или не открывать. Но, в общем-то, мы движемся уже на выход и на как бы залатывание наших экономических пробоев, которые произошли вот за эти шесть последних недель. Конечно же, все очень опасно, все может вернуться. У нас начался праздник Рамадан у арабов, у нас впереди праздник независимости. Видимо, на празднике все-таки будет все закрыто, и люди должны будут сидеть в своих домах. Но после праздников, видимо, начинается уже, так сказать, возвращение почти к нормальной жизни. Но абсолютного возвращения, думаю, не случится еще толка. Да. Следующий звонок примем, еще вас примем. Здравствуйте, Александр. А вот что сейчас делает Либерман? Этот политический проходимец все еще делает какие-то телодвижения для того, чтобы нагадить Израилю? И вообще, какая у него перспектива? Это конец его карьеры? Или вы думаете, что он опять где-нибудь выскочит? Спасибо большое. Вы знаете, очень интересно наблюдать. Собственно, в израильской прессе, в израильских СМИ Либермана вообще не замечают, потому что он теперь никому не нужен, и звать его никак. Он крошечная фракция в оппозиции, глубоко нерелевантный. Но русскоязычные СМИ в Израиле, которые более-менее находятся под его контролем, и люди, которые там вещают, они вещают то, что он им спускает, они как бы живут на другой планете. И если почитать израильские русскоязычные источники, то можно подумать, что Либерман победил на этих выборах, собрал сам правительство, что он является премьер-министром, он объясняет, как нужно жить и что нужно делать. И те люди, которые питаются исключительно русскоязычными средствами массоинформации в Израиле, они вообще живут, получается, таким образом в другом мире, в котором они не знают, что Натаньяо и Ганс сложили правительство. Хотя иногда там проскакивает, что ужасный плохой Натаньяо и ужасно плохой предатель Ганс что-то такое плохое сделали, но, конечно же, куда им до мудрого Либермана. Насколько Либерман остается актуальным, это хороший вопрос. Если он будет прозябать полтора года или даже три года в оппозиции, то, скорее всего, он усохнет. И многие инструменты, которыми он сейчас обладает, связи, контакты, рычаги давления, они будут для него потеряны, потому что он потеряет свою политическую актуальность. Но сегодня он четко получает свои шесть мандатов. Это те шесть мандатов, которые, во-первых, это русскоязычная прослойка определенная очень граждан Израиля. Это очень пожилые люди, которые не знают иврита совсем. Как я уже сказал, живут в том мире, который создает им русскоязычные средства массовой информации в Израиле, в которых Либерман главный победитель и вообще единственный спаситель человечества. Такой вот наш израильский Путин, на которого нужно молиться и целовать ему руки. И эти люди продолжают голосовать за Либермана, потому что просто не знают вообще, что существует что-то другое. И те люди, для которых Либерман является тем, кто наконец покажет этим проклятым евреям. Они приехали, как я уже сказал, в Израиль. Они не любят евреев. Им плохо живется в Израиле. Уезжать, конечно, они из него не хотят, но они надеются, что Либерман сейчас порвет вот то, что он порвет этим самым проклятым евреям и покажет им. И они за него голосуют. И вот эти шесть мандатов у Либермана пока есть. Они не рассеются за три года. Но может быть, например, Либерман потеряет недостающие там полтора-два мандата и уже на следующих выборах не пройдет электоральный барьер. Посмотрим, как оно будет и как оно сложится. Я не удивлюсь, если, например, объединиться с Лапидом и создать какой-то общий список. Но не будем заниматься писанием, рисованием вилами по воде. Посмотрим, как будет складываться израильская ситуация. Александр, спасибо. До следующей встречи. Берегите себя. Спасибо. Всего доброго. Берегите себя тоже. Субтитры сделал DimaTorzok